Приветствую вас. Я полагаю, что одна из ключевых проблем заключается в том, что вы, вероятно, позволяете своей семье определять вас. То есть, вы со своей семьей не чувствуете себя собой. Я думаю, так обстоят дела, я думаю, такая примерная история, я думаю, что так можно будет в общих чертах описать то, что, к примеру, вот с вами происходит. И по факту, по факту, именно в этом и заключается основная ваша сложность и основная ваша беда. Возможно. По факту, именно в этом и кроется основная проблема, что семья, ваша семья, она, вероятно, слишком... слишком сильно вас определяет. И вы чувствуете себя обязанной вести себя так, как того от вас ждут. То есть, не так, как вы, к примеру, хотите, не так, как вам, к примеру, нужно, а так, как они хотят. То есть, условно говоря, вся проблемная ситуация заключается в том, что вы слишком подстраиваетесь, может быть, под свою семью. А о своих чувствах вы не думаете. Возможно, вы пошли дальше, и вы не только не думаете о своих чувствах, но вы и не говорите своей семье того, что вам хочется. Вы не говорите своей семье того, что вам нужно. Вы не говорите своей семье того, что вам необходимо. Вы не говорите своей семье о том, с чего вы желаете. Все это своей семье вы не говорите. Отсюда и раздражение, потому что раздражение это сигнал, это сигнал неудовлетворенности, это сигнал того, что вы не чувствуете себя комфортно. И, на мой взгляд, на мой взгляд, именно с этого вам и нужно начинать. Двигаться с этого вам и нужно начинать действовать. На мой взгляд, именно это является ключевой проблемой. Вот. Понимаете? Поэтому, это то, что я хочу вам сказать. Поэтому это то, что вам нужно для себя принять и понять. Возможно. Вот. Вы знаете, семейные психологи, в качестве, скажем так, профилактики, в качестве профилактики, рекомендуют составлять список, к примеру, того, того, что вам нужно, того, чего вы хотели бы, того, что вам необходимо. Понимаете? Это тоже, что рекомендую делать психологи. То есть, составьте список своих чувств, список того, что хотите вы, к примеру, список того, что вы думаете, список того, что вы знаете о других. И то же самое попросите сделать членов своей семьи. Именно попросите и именно предложите это сделать. И если не будет никаких совпадений, вот, а вы увидите, что совпадений не будет скорее всего, то это будет означать, что вы членами семьи уже давно не являетесь самими собой. Вот именно в этом и заключается самая главная и самая основная проблема. Именно в этом и заключается самая основная трудность. Именно поэтому вы и раздражаетесь, потому что вам тяжело. Ну, может быть, вы хотели бы отдохнуть, к примеру, у себя дома. Может быть, вы хотели бы, к примеру, как-то расслабиться. Но сделать этого вы не можете, потому что, знаете, что ваша семья ждет от вас чего-то другого. И вот ключевая история заключается в том, что изначально вы стали следовать ожиданиям других людей. Возможно, завышенным, возможно, не точным, возможно, ожиданием, которое вы сами создали, желая оказаться перед ними той, кем вы не являетесь. Но правда заключается в том, что сейчас это перерастает в личный конфликт. Ваш личный конфликт. Ваш внутри личностный конфликт, я бы сказал. Понимаете? И по факту его нужно решать. Потому что, ну, раздражение ваше, оно будет увеличиваться, оно будет усиливаться, оно будет становиться все сильнее, 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 до тех пор, пока либо вы не взорветесь, либо ваши родные не захотят, к примеру, там, от вас, ну, уйти или, там, сделать что-то еще. Вот. Потому что им, им будет неприятно, им уже, наверное, неприятно, потому что они чувствуют, что вы раздражаетесь, они не понимают, что все это дело. Поэтому я думаю, что вы можете либо совершить, я думаю, что вы либо можете совершить акт игры и просто поиграть со своими родными, к примеру. Либо вы можете более, так сказать, более открыто выражать то, что вам хочется, то, что вам нужно, то, что вам важно. И чем больше, чем лучше узнают вас ваши родные, тем меньше вы будете раздражаться, тем меньше вам захотеться это делать. Понимаете? Какая история. Вот, в принципе, я думаю, что именно так и можно ответить вам на ваш вопрос. Можно пойти несколько глубже, можно пойти несколько целенаправленно и спросить, к примеру, а как проявляется ваше раздражение? Что представляет из себя ваше раздражение? Понимаете? То есть вам необходимо для себя определить, что именно представляет собой ваше раздражение? Как именно воспринимается ваше раздражение? Понимаете? Вот. И мне кажется, мне кажется, что с этого вам и стоит начать. Чего хочется, чего не позволяете, что вы в себе подавляете, что вы считаете для себя неприемлемым. Это ключевые моменты. Ключевые моменты вашей истории. Ключевые моменты вашей проблемы. Ключевые моменты вашей ситуации. И, на мой взгляд, вот именно с этим и нужно вам разбираться. Вот. Конечно, здесь вопрос, да, захотите ли вы работать. Здесь вопрос, как вы к этому пришли, здесь вопросов достаточно много. Вот. Но, тем не менее, для того, чтобы понять, нужно все-таки разобраться. Вот. В зависимости от того, насколько хорошо, насколько, к примеру, корректно, насколько полно вы разбираетесь в своих чувствах. Насколько, ну, как хорошо вы разбираетесь в своих чувствах. В зависимости от того, насколько вы отдаете себе отсчет в своих чувствах. Зависит скорость этого самого разбора. Вот. Поэтому я полагаю, что вы можете действовать именно в этих направлениях. Вот. Вот. Примерно так. Примерно так. Когда-то вы потеряли себя и сейчас ваше, ваше подсознание, а может быть даже и сознание, говорит о том, что вы двигаетесь в неверном, к сожалению, направлении. Для того, чтобы направление было верным, вам необходимо вспомнить и увидеть, что конкретно вы себе подавляетесь. Вот. Это то, что я могу вам порекомендовать, исходя из той небольшой информации, которую вы вам предоставили. Ну, и небольшой, пожалуй, такой вопрос к вам. Вот. Вы, обращаясь за помощью и, собственно, задавая вопрос, да, о том, ну, вот, задавая вопрос о том, как вам быть, да, по какой причине предоставили столь маленькое количество информации. То есть, почему вы не захотели описывать, к примеру, более подробно свою историю и свою ситуацию? Почему? Ведь по отношению к вопросу, по отношению к вопросу, можно сказать, насколько вы настроены на решение проблемы. Вот, судя по тому, что я вижу, вы не очень-то сильно настроены на решение проблемы. Хотя, конечно, я могу и ошибаться. Вот. Вот, примерно так я бы ответил вам на ваш вопрос, который вы задаете. На этом, в принципе, всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Продолжение следует...